Смелость — это всё, чего нам часто не хватает, или что нам больше всего нужно, чтобы противостоять жизненным беззащитным домашним животным. Если внимательно проанализировать, то все победы в нашей жизни были достигнуты с того момента, как мы решили перестать быть слабыми и пошли рука об руку со словом «касси» и за что. Понятно лишь только то, что того, кто это сделал, просто нет сердца. Нью-Йорк Голик-рю на Лонд-Айленде никогда не забудут, как впервые увидели его несчастную мордочку. Пойдя на источник звука, Намика Бушакира всю ночь шёл первый снег, и перед ней почти полностью в снегу лежала собака. Особенно трудно было смотреть на все эти фотографии, чтобы её рассмотреть и понять, почему собака лежит в мокрой земле и замерзает под слоем первого снега. Собака Бушакира прислала фотографию Качи, которая предстала его глазам, заставила жаться его сердце, может ли Мик предложить помощь. У него была рана за них конечностей, и он принимал лишь одно, и сразу же согласился помочь бедному животному. Когда спасатели обнаружили Качи, она была ранена и лежала одна, и по нему лишь одно. Но, если он будет мерзлить, и как можно скорее не отвезёт собаку к ветеринару, несмотря на все эти страдания, собачке всё же удалось согнуть свой слабый хвост, чтобы поблагодарить тех, кто ей помогал. Казалось, она испытала облегчение и утешение от ласки внимательных рук, которые наконец коснулись её время ожидания. Никто точно не знал, кто несёт ответственность за состояние Качи. Известно только, что её использовали и бросили на произвол судьбы. Спасателям удалось переместить её в большую клетку, а затем доставить в местную ветеринарную больницу. В больнице началась его настоящая битва, которая и стала причиной всех его беден. Специалисты по ветеринарии немедленно начали все возможные лечебные процедуры, сочетая комплексные и жизненно важные методы лечения, которая также задела позвоночник. Это и стало причиной, по которой Тео не мог ходить. Дренаж был установлен прямо в её мягкую, опухшую мордочку. Скорее всего, Тео никогда самостоятельно не сможет ходить. И чтобы он не мучился, предложил его усидеться. Намика не мог поверить своим ушам, ведь по глазам собаки было видно. Насколько она хочет жить и готова бороться к концу, постепенно начала спадать. Старая отмершая ткань начала медленно отслаиваться, в результате чего участки тела требовали постоянной перевязки, так как были восприимчивыми к паразитам и инфекциям. Качи была не единственной, кто решил пойти до конца и выиграть эту битву. Медицинские бригады никогда не думали, что такое может быть возможным. Тео на странице пожертвований были созданы, чтобы помочь собрать дополнительные и важные средства, которые поддержат продолжающуюся борьбу храброй маленькой собачке Качи. И вот однажды это произошло. Качи действительно пошла на поправку и стала себя чувствовать очень хорошо, настолько, но и любить, доставляя радость в Нью-Йорке и тепло всем окружающим. На этом этапе ее пути люди по всей стране и миру уже знали ее историю и активно следили за ней. К концу мая пушистая девочка стала гораздо более оживленной, полной сил. Игривой, здоровой и счастливой от того, что жива. В июне, согласно ленте новостей, НИПК в Твиттере «Чудо-девочка» нашла дорогу в дом, где живет любящая семья. Сейчас Качи наслаждается объятиями и похлопываниями по животу, а также регулярно приемом пищи, ее дни полны веселья и занятия с другими собаками. Чтобы все это стало возможным, поделитесь ей с друзьями и зрителями. Подарите частичку рождественского тепла и уюта. Добрым людям, посвятившим себя этой миссии. Качи означает «храбрый», и эта собака оказалась именно такой.